Всем привет, народ! Всем снова рад приветствовать на канале Рулев-Ливы. Сегодня, наверное, после сегодняшнего видео у многих на меня будет бомбить. Я знаю, что многие со мной не согласятся, но тем не менее, я имею право высказать свое мнение, и я решил все-таки его высказать. Тема у нас сегодня такая. Почему люди у нас так устроены, что нам всегда мало. Вот во всем. Это касается всего и во всем. Нам всегда всего мало. Ну, не всем, конечно. Есть люди, которые довольствуются тем, что имеют, но, к сожалению, таких мало. В основном люди стремятся постоянно к чему-то большему. Вот. Это касается всего. Я имею в виду вообще, в целом, это, конечно же, деньги. Деньги, прибыль, доходы, какие-то богатства, квартиры, машины и так далее. Люди, бывает, до такой степени доходят, что люди готовы работать на двух-трех работах, не спать ночами, не доедать, так как тупо нет времени поесть. Забить на собственных детей умудряются некоторые даже ради работы. На своих пожилых родителей забивают. Там еще на каких-то родственников, на мужей, на жен. А потом оказывается, что, допустим, такой пример, допустим, обыкновенная, типичная семья. Муж, жена, там, ребенок, там, или два ребенка. Допустим, она, там, это самое, у нее, там, успешная карьера, она, там, везде бегает. Ну, и даже не успешная карьера, но она могла просто, там, взять несколько работ, там, да. И вот бегает, значит, с одной работой на другую. Одна работа у нее, там, допустим, она работает в ночь. Другая работа, там, еще что-то. В общем, днем она еще куда-то, там, побежала на другую, там, работу, подработку и так далее. А в итоге-то что? Дома грязь, кушать нечего, и мужик голодный. Голодный в плане, в плане женщины. Что делать этому мужику? Он, естественно, идет налево. А потом, эта самая женщина, с удивлением, «О-о-о, он ушел в другой!» «Как же так? Как же так произошло?» «Ну, а, дорогая, ну, а что ты хотела?» «Если тебя никогда нет дома, если ты деньги предпочла семье...» «Также это может быть и в другую сторону, то есть мужик может заработаться, жена может пойти налево. Это, в общем, ну и вариантов масса. Но речь сейчас не об этом. Речь сейчас о том, почему же люди-то так устроены, почему нам всегда мало-то. Почему же нам всегда мало? Не всем, опять же повторюсь, но большинство из нас всегда мало. Я вам хочу рассказать, значит, привести пример своей семьи, да? Шли двухтысячные годы, начало двухтысячных. Моя аромат работала в торговле, то есть только, в то время еще только начинала работать в торговле. Она начинала с вещей, тогда продавали чебоксарский трикотаж они. Вот. Ну, там было разное, там, носки, трусы, там всякие ночнушки, майки, трико, и в общем, все, всякое такое. Трикотаж есть трикотаж, сами понимаете. Вот. Вшло это дело довольно успешно. Деньги были. Как бы, отец у меня тоже работал на не особо маленьком, не на особо маленькой зарплате. Он работал старшим охранником в авиационном ремонтном заводе. Нас вот здесь рядом, у нас у дома. Вот. Сначала он работал простым охранником, потом его перевезли в старшие. В общем, ну, на то время я уже не помню. Он, наверное, в то время еще был, еще в рядовых охранниках. Но, все равно зарплата была по тем временам, ну, средняя, как бы, зарплата была. Таким образом, мать была на хороших деньгах. Отец работал. Были живы мои бабушки, обе, которые нам тоже, как бы, свои деньги всячески, как бы, подсовывали. Ну, потому что просто они им были нужны. Ну, что нужно бабушкам, сами понимаете. Вот. И, как бы, деньги были. Деньги были, и, как бы, привыкли жить, как бы, как говорится, хорошо. Да, ну, не то, что... Я не скажу, что мы жили прямо шикардосно, ездили на иномарке, жили в коттедже там и так далее. Нет, у нас была, в то время мы вообще, у нас был, еще тогда, в конце 90-х у нас был москвич. Потом мы, в начале 2000-х, как раз, когда мать начала заниматься торговлей, мы купили восьмерку Жигули. Вот. В 2010-м мы купили Приору. Вот. И вот в 2014-м купили уже, вот, мы Ниссан. Ну, опять же, сейчас это все не об этом. Вот. И, как бы, то есть, ну, я не скажу, что мы прямо шикардосно жили, но, как бы, нужды-то уж, во втором случае, не было. Мы могли себе позволить поехать куда-то отдыхать, в путешествие, там, туда, сюда, налево, направо, то есть, что хотели, ели, в общем, короче... Ну, в общем, как-то так. Не было вот какого-то вот такого вот нужды, какой-то не было, во всяком случае. Ну, времена изменились. Сейчас моя мать на пенсии, отец на пенсии, они оба не работают. Я, соответственно, тоже получаю пенсию, пособие по инвалидности. Ну, и подрабатываю в интернете. Ну, в интернете подработку, это я не считаю, как бы, за деньги, за особые, сами понимаете, там сегодня густо-завтра пусто, сегодня поменьше, завтра побольше, оно всяко по-разному, вот. И это я не считаю, как бы, за стабильный заработок, это, как бы, я бы назвал больше колым, да. Вот. Ну, по большей части, ну, где-то у меня 18 тысяч доход мой в месяц. Вот. Иногда бывает 20, но это редко. Вот. Ну, об этом я тоже уже говорил. У отца пенсии минимальная, у матери моя пенсия минимальная. Так как мать работала в царголе, она не была нигде оформлена, соответственно, там, в общем, зарплата не шла, то всё, короче, пенсия маленькая. Вот. У отца тоже, я не знаю, там, связано, тоже у него 12 тысяч. Вот. Есть. Ну, она не минимальная, конечно, у него, но средняя. Вот. А матери, что-то там, 10 копейками. Вот. Вот и все, собственно, наши доходы. И как бы, я что хочу, к чему я веду-то? Мы, как бы, живём так же, в принципе. Нет, мы, конечно, нет, мы живём немножко уже не так же. Мы научились деду чём-то экономить, да, и как-то это, как-то, ну, как-то, в общем, научились жить на эти деньги. Не стало обоих моих бабушек, они обе, к сожалению, ушли из мира иной. А, вот, и помощи теперь у нас нет, кого нет. Вот мы, как бы, втроём живём, и все вот эти наши доходы, и как бы всё, и больше ничего нет. И, как бы, и, ну, мы же не умираем, правильно? Мы не умираем, я считаю, что мы не бедствуем, как бы, и, ну, мы живём, нормально живём. И нет вот лично у меня вот такого какого-то, знаю, стремления где-то заработать больше и как-то что-то где-то урвать. Ну, вот нет. И мы вот как-то вот недавно разговаривали несколько раз с мамой на эту тему, и она говорит, что вот как бы можно бы, в принципе, было бы сейчас пойти, там, на работу, да, там, ну, хотя бы, я не знаю, там, вахтёршей какой-то устроиться, там, уборцы, да. Ну, куда возьмут ей, как бы, сейчас 58 лет, сами понимаете, что, ну, куда, это самое, в таком возрасте у нас просто не берут никуда, вот, в России. И как бы, а, как бы она могла устроиться в какую-то работу, да, в принципе, но, а зачем, понимаете? Конечно, нет, понятно, с одной стороны, что деньги не лишние были бы, но и нет такой вот нужды, как, чтобы вот рваться, понимаете, рваться. Ведь, когда ты постоянно живёшь на работе, ты не живёшь. Ты не, ты не успеваешь насладиться жизнью, ты не успеваешь насладиться, ты не можешь тупо вот выйти на улицу и погулять, тупо погулять, потому что у тебя нет на это времени, ты, 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 ты торчишь на своей грёбанной работе. Жизнь проходит мимо тебя, а ты сработаешь, работаешь, работаешь, работаешь. Вот, вот, вот это вот, вот жалко мне вот людей, которые вот полностью посвятили себя работе, в том плане, что жизнь проходит мимо, мимо вас, мимо вот, мимо этих людей жизнь проходит. Вы не успеваете жить, вы не успеваете уделять больше времени вашей семье, вашим мужьям, жёнам, детям, пожилым родителям и так далее. Вы их не видите, вы находитесь постоянно на работе. Я не говорю о том, что надо как бы сесть дома и не работать, да, там сесть кому-то на шею там и так далее. Нет, нет, ни в коем случае. Работать, конечно же, нужно, такова жизнь, тем более у нас в России, у нас как бы нет никаких, никакой, так сказать, государственной поддержки такой, чтобы мы могли все сидеть на суперровной и не работать. Работать надо, конечно, иначе просто-напросто не на что будет жить, но как бы просто без фанатизма, ребят, без фанатизма. Нужно как-то знать какую-то грань, знать какую-то меру, потому что, знаете, человек так устроен, нам всегда будет мало, понимаете? Вот зарабатываете вы, допустим, 20 тысяч в месяц, ну, среднее, да, так возьмем, 20 тысяч в месяц, маловато, маловато. Вот зарабатываете вы уже теперь 30, все равно маловато будет, все равно будет маловато. Будете зарабатывать 50, и вам все равно будет казаться маловато. Будете 100 зарабатывать, и все равно будет казаться маловато. И миллион, и 2 миллиона. Почему люди, которые вот уже сейчас миллионеры и миллиардеры, они продолжают, что-то там у них в мозге постоянно шурупят, где заработать, в какой проект у вас жить, и так далее, и так далее. А потому что всегда мало, понимаете. Просто так устроен человек. Нам всегда будет мало. Я призываю всех вас просто жить и довольствоваться тем, что мы имеем, и как-то так свое время распределять, чтобы хватало времени на семью, на близких и дорогих вам людей, на друзей, и на работу, и на учебу, и на отдых. В общем, не жадничайте, люди. Вот так вот, наверное, я скажу под конец своего видео. Просто не жадничайте. Всех денег никогда не заработаешь. Себя надо любить, и надо просто жить и наслаждаться жизнью, и довольствоваться тем, чего мы имеем. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Надеюсь, что никого этим видео не обидим. Честно, никого не хотел в этом видео обидеть. Каждый живет и поставит так, как считает нужным. Это всего лишь просто мое мнение. Прошу на меня не бомбить после этого видоса. Вот. А так, кому понравилось, кто со мной согласен, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще очень много нового и интересного. До встречи, народ, в следующем видосе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok